Друзья, давненько на моем канале не выходило роликов подобного плана. Да-да, я про так называемые топы лучших баскетболистов. В преддверии нового сезона, который стартует уже на следующей неделе, я решил таки подготовить для вас такой выпуск. Сегодня мы будем говорить о лучших из лучших, по-другому не сказать. Доброго времени суток, дорогие любители баскета. Вы на канале Оранжевый Мяч, на микрофоне, как всегда, Павел. И в этом ролике я представлю вам свою десятку сильнейших баскетболистов перед стартом чемпионата НБА 24-25. И естественно, дисклеймер, это мой субъективный топ-10. Перед началом выпуска, как обычно, вынужден попросить вас о поддержке. Лайк, подписка и комментарий, это самое ценное, что вы можете сделать. Попробуем пробить нашу тысячу больших пальцев вверх. Как обычно, огромный респект для бустеров и, естественно, пожелание приятного просмотра. Всем привет! Вы попали в баскетбольный магазин Getty Basket Shop. Магазин баскетбольной одежды и обуви. У нас вы можете заказать кроссовки, как оригинал, так и супер качественную реплику. А также одежду, сумки, аксессуары и многое другое. Нам доверяют самые известные баскетбольные каналы и блогеры. В наших соцсетях 250 тысяч подписчиков. И за 10 лет успешной работы мы выполнили более 130 тысяч заказов. Специально для тебя по промокоду ОРАНЖЕВЫЙМЯЧ кладем бонусы в каждый заказ. Все ссылки на наш магазин ты найдешь в описании. Пока-пока! Ребят, сразу подчеркну. Многие из игроков, которые не оказались в моем итоговом топе, каждый по-своему были достойны туда попасть. Уверен, что у большинства из вас в вашем варианте списка они вполне себе могли бы оказаться. Я о таких глыбах нынешней НБА, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Джеллен Браун, Дэвин Букер или, например, Тарис Халибёртон. Это все крутейшие исполнители, которые, несмотря на различные индивидуальные факторы, показывают свои самые сильные стороны на очень стабильном уровне. Варианты могут быть разные, но тем не менее, для своей десятки выбор пал на других. Давайте разбираться, о ком речь. Открывает мой топ величайший снайпер в истории НБА, один из лучших, если не лучший игрок прошедшей Олимпиады в Париже и настоящее сердце династии Golden State Warriors Стефан Карри. 36-летний разыгрывающий, несмотря на солидный возраст, остается настоящей угрозой для своих соперников. Рабочая этика шефа восхищает. Его подход к тренировкам и своему телу ничем, как по мне, не уступает главному мастодонту в этом плане. Леброну Джеймсу. Несмотря на ветеранский статус, Стеф все еще приносит победы. Он все еще держит посредственных воинов на уровне конкурентноспособности. Посредственных, конечно, относительно лучших сезонов, я имею в виду. Лучший клатчер регулярного чемпионата 23-24. 26,5 поинтов, 5 передач, 4,5 подбора на 49% реализации и 43% стрешки на более чем 12 попыток. Его перформансы за сборную на Олимпиаде в матчах против Сербии и Франции это просто снос крыши. Не думаю, что стоит рассказывать, насколько крут он был. Вы и так все прекрасно помните. По факту, при всем уважении, у Стефа остается не так много времени для того, чтобы выдавать свой лучший баскетбол. И что-то мне подсказывает, что следующий сезон может стать для него особенным. 10 место. Стефан Карри. Следующим в списке оранжевого мяча располагается самый совершенный скорер в истории НБА и один из лучших игроков прямо сейчас. Кевин Дюрант. Несмотря на то, что в окружении Дюранта находится как Дэвин Букер, так и Брэдли Билл, в его первой опции в Фениксе совершенно никто не сомневается. Высочайшая эффективность бросков, неплохая защита в его-то возрасте, да еще и после такой тяжелой травмы. Дюрант, безусловно, уже не является столь же быстрым и резким, как в молодости. Но его бросковый релиз продолжает вызывать восхищение у болельщиков. Второй самый эффективный игрок со средней дистанции по прошедшему сезону, уступая только Крису Миддлтону. Член второй символической сборной. И девятое место в гонке за МВП. 75 матчей, 27 очков, 6,5 подборов, 5 передач, 1 перехват на 1 блокшот и 52% реализации с игры. Убедительное выступление на Олимпиаде, шикарная форма и талант, который невозможно игнорировать. Смертельное баскетбольное оружие, которому нужен правильный подход и система грамотного использования. Для него следующий чемпионат, как и для Стефана Карри, также является приоритетным, ведь у Феникса в нынешнем виде остается не так уж много времени. 8 место. Человек, который в моменте мог бы залетать в топ-3. Но поскольку выбранная мной система оценивания охватывает весь спектр достижений и общий игровых нюансов, я не смог поставить его выше. Джоэль Эмбитт, человек уникального таланта. Мощнейший бигмен, который на паркете умеет делать буквально всё. Двухсторонний звездный исполнитель с солиднейшим броском, в том числе с дальней дистанции, с шикарной защитой, с умением отдать передачу и по своему желанию набрать условные 50 очков в матче. Эмбитт баскетболист, который с года в год борется за награду MVP. А в 2023-м добился таки своего. В минувшем сезоне, до травмы, он выступал на абсолютно историческом, с точки зрения показателя индивидуальной эффективности первых уровней. В 39 играх оформил статистическую линейку в 35 очков, 11 подборов, 5,5 передач, 1 перехват, 1,5 блокшота на 53% реализации с игры и 39 с трёхи. Сумасшедшие цифры, спору нет, но проблема здесь гораздо существенная, чем все позитивные моменты. И это, конечно, травмы. Но серьёзно, мужик не может сохранить своё здоровье в плей-офф, разваливаясь по ходу чемпионата. Респект за свою игру через боль против Нью-Йорк Никс от меня он получил, но команде от этого, конечно, не легче. Повторюсь, если бы американец камерунского происхождения был более удачлив, был более здоровым, то его место в топ-3 не вызывало бы никаких сомнений. Но мы имеем, что имеем. Стабильность, на мой взгляд, здесь куда важнее мимолетных достижений. Седьмая строчка достаётся одной из самых противоречивых суперзвёзд НБА нынешнего поколения. С одной стороны, Тейтум сам вляпывается в кринжовые истории, в большей степени со своим копированием Коби Брайанта. Только вот не в игре, как бы фанатам хотелось, а во внепаркетных делах. С другой стороны, это действительно очень талантливый баскетболист, который умеет на паркете по сути всё. Джейсон не просто форвард, он созидающий игрок, который умеет не только забивать самые сложные броски, хорошо защищаться и собирать подборы, но и раздавать качественные передачи. Вопросы вызывают только его стабильность, а также потеря концентрации в решающий момент. Но в целом это отдельный случай. Если же мы берём совокупность индивидуальных достижений вкупе с командными, общий уровень игры и набор навыков, в который у Тейтума отменный, то получаем отличного игрока в самом расцвете сил, так ещё и с железным здоровьем. Член первой символической сборной по итогам чемпионата 23-24, шестое место в гонке за MVP, девятое место среди лучших клачеров сезона, 27 поинтов, 8 подборов, 5 передач, 1 перехват на 47% реализации и 37,5% стрёшки. В плей-офф Джей Ти сыграл несколько скромнее и даже уступил Брауну в борьбе за титул MVP финала. Но если мы берём общую картинку, то Джейсон безусловно талантливее как игрок. Как кажется, он оказывает больше совокупного влияния на результаты Бостона. Хотя если вы спросите меня, то Джей Би мне нравится куда больше. Самый молодой представитель данной десятки, но при этом не по годам зрелый как игрок, Энтони Эдвардс. Ещё по плей-офф 23-го года было видно, Ант рассчитывает залетать к лучшим уже вот-вот. И это случилось именно в прошлом чемпионате. Эдвардс, баскетболист, который ещё не вышел в свой прайм, и как мне кажется, это самое интересное. Он представляет из себя сверхатлетичного атакующего защитника с отличным броском, шикарным владением мяча и нацеленностью на кольцо. Попадание на любой вкус, сочнейший постер, данки, эффективная игра в плей-офф и поэтапный прогресс в защитном аспекте баскетбола. Ант буквально создан для того, чтобы в конце концов превратиться в элитного двухстороннего берсерка, что в нынешних реалиях не столь частые явления. 23-летний защитник Миннесоты уже в прошлом сезоне отобрался во вторую символическую сборную, попал в восьмёрку лучших клачеров и занял седьмое место в гонке за МВП. Но самое крутое произошло в плей-офф, где он выбил сначала своего кумира Кевина Дюранта, затем помог Миннесоте одолеть действующих на тот момент чемпионов из Денвера и вывел таки команду в первый с 2004 года финал конференции. В 16 играх постсезона Ант собрал существенную статистическую линейку в 27,5 очков, 7 подборов, 6,5 передач, полтора перехвата на 48% реализации с игры и 40% с трёшки. Я привожу именно эту метрику, поскольку в моём личностном понимании факт того, что игрок в плей-офф выступает даже лучше, чем в регулярке, говорит о многом. Энтони Эдвардс – это будущее. При этом уже сейчас он находится в числе лучших. Дальше, как говорится, больше. В пятёрку сильнейших не мог не поставить этого тащера, хотя бы исходя из того, насколько сложный путь он прошёл, прежде чем получить свой статус суперзвезды. От ролевика в Далласе до главного лица Нью-Йорка и самого настоящего героя фанатов на Мэдисон-Сквэр-Гарден. Гилберт Аринос называет Брансона скоринг-версией Криса Пола, а я же чувствую вайбы, господи, прости, Алина Айберсона, разыгрывающий, чей рост не превышает 188 сантиметров, наваливал в регулярке, а затем в плей-офф. Да так, что умудрялся бить на своём пути различные рекорды одной из самых старых франшиз НБА. 28,5 поинтов, 7 передач, 3,5 подбора, 1 перехват на 48% реализации и 40% к стрёшке в 77 матчах регулярки. Пятое место в гонке за MVP, вторая символическая сборная, пятое место в гонке за титул лучшему клачеру. Но и это ещё не всё. Здесь и сумасшедший плей-офф, в котором Брансон и компания выбьют Филадельфию в первом раунде, но позже отлетят от Индианы во втором. В большей степени из-за своих же травм. Сам же Брансон играл замечательно, даже несмотря на повреждения. Уже 32,5 поинта, 7,5 передач на 3 подбора и 44% с игры. Он забивал важнейшие броски и не выключался из борьбы ни на секунду. Лидер, крутейший скорор, цепкий защитник и попросту хороший человек. Нью-Йорку определённо повезло. А ведь это довольно редкое явление для данной франшизы. Яни Сададакумба Яни Сададакумба, или как его называют, Грик Фрик, забирает деревянную медаль сегодняшнего топа. Главной звезде Милуоки и его таланту я лично отношусь очень тепло. Но смущают участившиеся в последние пару лет травмы, которые возникают на решающей стадии чемпионата, а именно в плей-офф. Поймите правильно, Яни смог бы быть выше, как и Эмбит. Он остаётся воистину доминирующим игроком в краске, элитнейшим оборонительным юнитом. Способный защищаться против лучших атакующих звёзд ассоциации. В прошлой регулярке он был великолепен. В 73 поединках отметился статистической линейкой в 30,5 очков, 11,5 подборов, 6,5 передач, 1 перехват, 1 блокшот на 61% реализации. Остановился на 4 месте в гонке за МВП, попал в первую символическую сборную и помог команде справиться с турбулентным регулярным чемпионатом. Однако в плей-офф, как и годом ранее, оказать своё влияние он не смог. Хотя если в 23 году играл, пусть и с травмой, то сейчас даже не вышел на паркет. Невезение может быть, но систематическое невезение сильно бьёт по общему рейтингу. Во всяком случае для меня. Я не способен быть, если не лучшим, то точно находиться в тройке таких уникамов. Особенно с учётом того, что их совместное будущее вместе с организациями Локи Бакс достаточно туманно. Сегодняшний бронзовый призёр, потрясающий комбо-гарты за Клахома, человек с судьбой, пожалуй, даже поинтереснее, чем у Брансона, Шай Гилджис Александр. Мужик из года в год становится только лучше. Баскетболист, пришедший от 10 очков за игру в среднем на старте 30 плюс поинтам в прошлом чемпионате. Шай эффективнейший скорор, который работает в краске так, будто бы находится у себя дома. Элитные проценты реализации с двухочковой дистанции. Огромное количество заработанных фолов для своей команды и уверенные действия в клатче. Целеустремлённый парень, который хочет забрать то, что принадлежит ему, как он сам считает. По праву. В прошлой регулярке забрать награду MVP сезона не удалось. Несмотря на то, что это было вполне реально. Сезон-то у Шая был сумасшедший. 30 очков, 6 передач, 5,5 подборов, 2 перехвата, практически 1 блокшот на 53% с игры и 35 с 3 в среднем. В 75 матчах. Первое место для Оклахома в регулярке, но даже так обидная в этом плане неудача. В плей-офф команде нашего героя попросту не хватило опыта. Хотя сам игрок был бесподобен, а на части даже эффективнее, чем в регулярке. Например, по трёхочковым. Но этого оказалось недостаточно. В противостоянии с Далласом Шаю попросту не хватило поддержки от партнёров, которые отыграли куда хуже, чем в серии до этого. Шага, безусловно, топ-3, а для кого-то может быть и топ-1. Не думаю, что кто-то будет спорить касательно его нынешнего уровня. Про Луку Дончича и его гениальность я высказывался на одном из стримов, посвящённых разбору лучших разыгрывающих на будущий чемпионат. Человек вытворяет на паркете такие вещи, которые порой трудно даже представить в своей голове. Он словно в NBA 2K, вырезает изумительные передачи, забивает сложнейшие степбэк-броски и накручивает оппонентов на черепашьи скорости, что самое забавное. Дончич не атлет. Порой он выглядит жутко медленным, но при этом его всё равно практически нереально остановить. Настоящий парадокс. В атаке это почти совершенный баскетболист с высочайшим баскетбольным IQ, но вот в защите он остаётся исполнителем хуже среднего, мягко говоря. Именно поэтому поставить его на первое место я не могу. Да и других нюансов тут предостаточно. Регулярка Луки была шикарной. Практически 34 очка, 10 передач, 9 подборов, полтора перехвата на 49% с игры и 38% с трёшки. Третье место в гонке за MVP, первая символическая сборная. И шестое место в рейтинге клатчеров. Ведь важных бросков словенец завалил немало. Он провёл нестабильный, но если говорить о картинке в целом, солидный плей-офф. И что самое главное, помог Далласу, который годом ранее даже не смог туда пробиться, выйти в финал. Не знаю, сможет ли Дончич стать чемпионом и безоговорочным лицом лиги в ближайший год, но на второе место моего субъективного топа он наиграл. И что-то мне подсказывает, останавливаться на этом не собирается. Не думаю, что для кого-то это было сюрпризом. На мой скромный взгляд, Николай Йокич лучший игрок НБА прямо сейчас. Мужик завоевал третью награду MVP в своей карьере. Провёл прекрасный чемпионат с индивидуальной точки зрения. Впрочем, как и всегда. Безусловный лидер игровой эффективности. Лучший по продвинутому показателю PER. Лучший по продвинутому показателю виншер, как совокупному, так и в среднем. В пересчёте на 48 минут. Лучший по показателям BPM и WARP. Никола баскетболист, оказывающий наибольшее влияние на результаты своей команды. Он мозг, сердце, дирижер и по совместительству главный скорер Денвера. Из проблемных мест можно отметить разве что невыдающуюся защиту, которая, к слову, в плей-офф была не так уж и плоха. И проблемы с дальними бросками. Порой Йокич издали закидывает такую ерунду, что сложно поверить. А порой не попадает и открытые трёхи. 26,5 поинтов, 12,5 подборов, 9 передач на 1,5 перехвата. Практически блокшот и 58% реализации в регулярке. Титул MVP, четвёртое место в списке лучших клачеров. В плей-офф Никола был лучше, как и всегда. Он тащил проблемный Денвер, но в 7 матчах уступил Энтони Эдвардсу и его волкам. Йокич – это образец игры современного пасующего бигмена. Допуская его стиль, вам может не нравиться. Такой тип игры в баскетбол кому-то кажется скучным. Но менее эффективным и полезным для команды он от этого не становится. Это простая истина. А на этом, в общем-то, всё. Как обычно, свои несогласия и личные пристрастия можете оставлять в комментариях. Все мнения учитываю, но, как и вы, могу с ними не соглашаться. Также было бы занятно почитать о вашем любимом баскетболисте прямо сейчас. Попал ли он в мой топ? Напоследок напомню вам про наши социальные сети, в частности, Телеграм и ВКонтакте. Акцентирую на них внимание, потому что со старта следующего сезона, что будет уже очень скоро, мы вместе с вами будем смотреть игры и общаться в прямом эфире. Ну и другой тип контента вы сможете найти именно там. Я же прощаюсь с вами. Услышимся в новых видео, друзья. Любите баскетбол. Всего вам самого доброго. Ни в коем случае не болейте. И до связи. Продолжение следует.